Всем привет! Меня зовут Плем и сегодня я хочу немного рассказать вам о статистике. Почему о статистике? Потому что я думаю, что статистика это круто. Многие люди думают, что статистика это не круто. И сегодня я попытаюсь обратить вас в свою веру. Статистика это такая область, которой для своей правильной работы нужно, чтобы было много данных. Статистика может работать только когда данных много. Мы привыкли думать, что много данных выглядит как-то вот так. И это действительно, согласились. Но на самом деле, в 21 веке много данных выглядит вот так. Более того, на самом деле, конечно, тут можно встретить гораздо больше данных, чем вот тут. И мы действительно храним здесь больше данных, чем хранили раньше. Раньше, какие данные мы вообще хранили? Какие данные мы записывали? Это было так или иначе Google Play. Какое у нас стадо, кто кому сколько должен, какие корабли у нас есть на балансе. Разные скучные вещи. Сейчас мы храним безумное количество разных видов информации. Это не просто количественный рост, это качественный рост. Все ваши селфи, все ваши геотеги, ваши истории болезни, ваши истории поиска, то какие фильмы вы предпочитаете смотреть. Все это попадает в такие дата-центры и используется для решения разных интересных задач. Каких, например? Какие задачи способны решать статистика? На этом месте я попытаюсь вас изучить. Предсказания результатов выбора. Ответ на вопрос. Есть ли объективные различия между мужчинами и женщинами в области когнитивных функций? Действительно ли женщины более эмоциональны? Действительно ли мужчины более логичны? Эффективен ли предложенный мезотвлечение? И это подходит как для испровержания всякого же блатанства, вроде того, что нарисовано на этой картинке, так и для испытания реальных препаратов, которые новые создаются и неизвестно, работает он или не работает. Очень он опасен или не очень опасен, если придется, можно работать с ним дальше. Был ли найден мазон Хиггса на сегодняшнем эксперименте? Ответ на этот вопрос тоже решается статистическими методами. Является ли психология наукой? Можно ли использовать поисковые запросы, чтобы предсказать пики эпидемии гриппов? Какие скули использовать в ресторанах Макдональдс? Как составлять нигерийский спам? Нигерийский спам это, знаете, все эти безумные письма о том, что я наследник нигерийского престола, пришли мне 3 доллара и тогда я пришлю тебе миллион. В этом доме есть элементы статистики. Нужно ли запрещать проституцию? Нужно ли применять новую организационную структуру в компании? Болен ли пациент? Нужно ли ему прописывать какое-то агрессивное и потенциально опасное лечение? И, конечно, главный вопрос науки, вокруг которого все, собственно, вертится, это вопрос, опубликуют ли мою статью. Сейчас я хотел бы рассказать вам, какими средствами статистика отвечает на эти вопросы. И как, собственно, настроиться к статистической исследованию. Первый этап статистического исследования — это моделирование. Мир, который изучает статистика, сложен и многообразен в своих проявлениях. Статистика может работать только с ограниченным количеством проявлений мира. Мы можем образно сказать, что наш мир — это вот такой прекрасный котик, которого сколько ни описывает, в нем всегда останется что-то неописанное. А статистика и модель, в которую мы должны загнать этого котика, чтобы работать с ним дальше, — это вот такая вот коробка. И когда мы создали модель мира, то есть мы подменили реального котика моделью котика, с которой мы дальше будем работать, это выглядит примерно так. Это, конечно, очень смешная картинка, но у нее есть очень важное свойство, которое объективно дрожает на то, что происходит. Коробка прогнулась. Коробка вообще-то не то же самое, что котик. Она очень страдает от того, что она делает и что она хочет. На самом деле, пустая коробка ей подходит больше. Но с такой моделью можно работать. Второй этап зачастую — это выборка. У нас в мире бесконечно много объектов, иногда мы можем исследовать все разные интересные случаи. Часто мы можем изучить только некоторые, потому что наши возможности ограничены. Можно сказать, что у нас есть бесконечная популяция, о которой мы делаем выводы. И при этом только ограниченное количество объектов, которые мы, собственно, изучим. И результаты изучения которых экстраполируем на всю популяцию. После того, как мы построили модель Vira, с которой мы будем работать дальше, мы сделали выборку, мы должны применить разные математические методы. Я не буду останавливаться на этом подробно. Это просто немного лошадь справа. После того, как у нас есть математическая рассчитанная модель, мы должны ее интерпретировать, мы должны сделать выводы из нашего статистического исследования. Так примерно... По такому принципу примерно строится любое статистическое исследование. И сейчас я вам немножко подробнее расскажу о каждом из этапов. Вот тут вот наверху, когда выйдет навигация, чтобы вы понимали, в какой части мы находимся. Итак, первый этап моделирования. Модель выглядит примерно так. Предположим, что мы рассматриваем случаи, когда мы пытаемся построить статистическую модель того, что определяет цены на квартиры. И модель выглядит примерно так. То есть у нас есть какие-то объекты, у нас есть нацелевая метрика, то есть цена, и мы из этих объектов извлекаем какие-то характеристики, получаем, в общем-то, что-то вроде вот этой экспертизии. При этом обратите внимание, адрес нельзя считать параметром, который вы извлекли из объекта. Адрес — это что-то сложное, это что-то неинтерпретируемое. Мы своим человеческим мозгом понимаем, как адрес влияет на цены квартиры, но мы не можем использовать это в статистике напрямую. Мы можем использовать это в нашем мозгу, потому что там уже есть какая-то модель статистического исследования. Для того, чтобы использовать координаты квартиры, для того, чтобы предсказать цену, мы должны из этих координат извлечь какие-то измеримые значения. В самом простом случае только цифры, хотя на самом деле некоторые другие типы данных нам бы тоже подошли. Например, насколько далеко от метро, насколько далеко от центра, какая площадь и так далее. На самом деле вот этот этап — это последний момент, когда мы видели реальные объекты, которые мы изучаем. И поскольку эти объекты сложны, это те самые котики, которых мы не можем описать достаточно хорошо, все, что мы о них не скажем в нашей модели, будет для нас безвозвратно потеряно. Мы могли бы посмотреть на эти данные и сказать, вот тут квартира такая-то, а тут квартира всякая-то. И они совсем аналогичны, но одна почему-то стоит намного больше другой. Почему бы это? Если бы нам эти данные предоставил какой-то риэлтор, он бы сказал, а, ну-ка там хозяева срочно продавали, поэтому пришлось скинуть цену. И мы бы могли внести параметр срочность продажи в нашу модель. Но если мы не спросили об этом риэлтора, если бы мы не внесли что-то в нашу модель, а всегда будет что-то, что мы не внесли, потому что в мире бесконечно много проявлений, эти данные для нас навсегда потеряны. И в дальнейшем мы их будем видеть как статистический шум. Построение модели — это, вообще, один из ключевых этапов статистического исследования, о нем можно рассказывать очень много и приводить в разные интересные эффекты. Я остановлюсь на двух наиболее значимых. Во-первых, нам всегда нужно выбирать между точностью и интерпретируемостью. Вполне возможно, что, например, для данной конкретной задачи нам бы очень повезло, помогло внести такую метрику, как количество минут до метро, возведенное в степень количества минут до центра города, взятый алгоритм по основанию количества комнат. Это могло бы дать нам очень точную оценку. Это, естественно, просто пример. Мы могли бы увидеть, что точность такой модели больше, чем точность какой-то другой, более простой модели, которая, например, просто все это суммирует. Но первая модель, которая проводит какие-то сложные математические манипуляции, она неинтерпретируемая. Мы не понимаем сходу, что она значит. Если мы хотим использовать вот эту цифру цены просто как есть для предсказания, мы можем пренебречь интерпретируемостью и выбрать этот вариант. Но если мы потом хотим делать из этого какие-то выводы, нам нужно заботиться и о том, чтобы наша модель была инфектируемой тоже, а не только точной. Следующее – это наша модель может быть слишком умной или недостаточно умной. Я приведу простой пример. Допустим, у нас изучено только 5 квартир, и единственное, что о них мы знаем, это их площадь. Площадь и цена. И на самом деле площадь – это тоже не одна переменная. Мы можем, например, сделать площадь, площадь в квадрате, площадь в третьей, площадь в четвертой, и ко всему этому представить коэффициенты, и таким образом у нас получится несколько параметров, которые мы изучаем. Хорошая модель для этого случая будет выглядеть примерно вот так. Да, я великий художник. То есть мы провели линию, мы понимаем, что чем больше площадь, тем больше дороже, точечки подходят справа-влево, ну, такое, нормально. Если мы сделаем нашу модель слишком умной, то есть мы позволим ей оперировать уравнение высокого порядка, она сможет пройти через те точки, которые у нас есть, очень хорошо. Ее ошибка равна нулю в этом случае. Она предсказала те примеры, которые она видела, идеально. Но проблема в том, что те примеры, которые она видела, это не все примеры, которые есть. И такая модель бессмысленна. Смотрите, на этом участке она говорит, что чем меньше площадь, тем больше цена. Так не бывает. Это ложная модель. Это модель слишком умна. И мы не предоставили ей достаточно практически данных, чтобы бросить вызов этому уму. Поэтому мы должны постоянно выбирать самую умную модель из тех, что мы способны поддержать нашей выборкой. Если наша выборка маленькая, мы не можем себе позволить слишком умную модель. На пяти точках нельзя строить уравнение пятого порядка, потому что через любые пять точек можно провести кривую пятого порядка. И она будет примерно вот так вот безумственно верять, что нам совсем не нужно. Это все, что я вам хотел сказать о построении модели. То есть, по большому счету, все, что важно, это мы излили какие-то численные характеристики из наших объектов и будем дальше оперировать среди нечисленные характеристики. Дальше мы должны выбрать из всего мира те объекты, с которыми мы будем работать и которые мы будем изучать. В этой части предположим, что мы изучаем вопрос толстеют ли люди от того, что едят гамбургеры. И наша целевая метрика будет выглядеть так. У нас есть люди, которые ели гамбургеры, и от этого вес в течение месяца изменился на их килограмм. Мы не можем изучить всех людей, которые, в принципе, едят гамбургеры. Мы будем строить предположения о всех людях по тем, которых мы реально изучили. Мы предполагаем, что распределение будет выглядеть примерно вот так. То есть, тут есть какое-то центральное значение, вблизи которого находится большинство. Чуть подальше от этого центрального значения людей меньше, еще дальше, еще меньше, 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 меньше. И здесь уже, наконец, почти 0. И мы не знаем, какое это распределение в реальном мире на самом деле. Находится этот центр здесь или здесь. И, соответственно, какие отдельные случаи в нем находятся. Вот такие случаи или вот такие случаи. Вот эти случаи посередине могут относиться к обоим распределениям. На самом деле, в реальной задаче мы будем рассматривать бесконечное количество конкурирующих распределений. Но предположим, что вот эта левая штука отвечает гипотезой, что потребление гамбургеров никак не влияет на наш вес объективно. То есть, вот тут вот будет 0. Кто-то случайно потолстел за этот месяц, кто-то случайно похудел, кто-то сильно потолстел, кто-то сильно похудел, но таких мало. И все это никак не связано с гамбургерами. Потому что середина в нуле. А то, что люди толстеют или худеют, это случайные процессы, которые мы не внесли в нашу модель. У нас есть факторы, которые влияют на исследуемую величину, но не внесены в модель. Вот это наша конкурирующая теория. То есть, тут уже середина находится в каком-то положительном значении. То есть, в среднем люди толстеют настолько, некоторые толстеют еще сильнее, чем настолько, некоторые меньше, чем настолько. Возможно, они даже худеют. Потому что, возможно, он подел гамбургеров, и отравился, и после этого месяца ничего не ел. Но это исключительный случай. А, вот это, еще раз. Вот по этой оси мы откладываем изменение веса, где-то вот здесь у нас сможет. По этой оси вверх мы откладываем количество людей, которые дали такое значение тех. Итак, предположим, мы сделали выборку и получили вот таких вот трех человеков. А, естественно, если бы мы получили человека только в этой области и вот в этой области, это бы доводило в пользу одной из этих гипотез. Не-двусмысленно, потому что из этих двух гипотез только одна покрывает вот эту область, и только одна покрывает вот эту область. И мы получили результат спорной области. Эти люди могут относиться и вот к этому распределению, и вот к этому... Могут относиться и к левому и правому распределению. Но для левого распределения это экстремальные случаи. Крайне маловероятно, чтобы из всех вот этих вот случаев были выбраны вот эти три. У нас есть только один способ выбрать этих трех людей из этого распределения левого. Со временем, как из правого распределения, мы могли выбрать этих трех людей. Или мы могли выбрать этих трех людей. Или мы могли выбрать этих трех. Или этих трех. Шансов намного больше. Обе гипотезы могут оказаться верными. Возможно, от гамбургеров не толстеют. Возможно, толстеют. Но данные, которые вы собрали, говорят о том, что скорее всего толстеют. а на шансы на то, что они толстеют, и что вот это распределение верно. Это шансов столько, сколько отношения способов выборочить три вот таких значения из этого распределения вот к этому. То есть один, но очень много. Всегда, даже если наша выборка совершенно идеальна и репрезентативна по всем возможным параметрам. Поэтому нам нужны большие выборки. Если бы мы выбрали не трех людей, а четырех, и они все находились вот в этой области, то вот эту гипотезу мы бы признали не крайне маловероятной, а невозможной, потому что здесь не буду в ту ли четвертого человека. Но если у нас наша выборка настолько маленькая, что в ней только три случая, то у нас очень мало возможностей отвергнуть гипотезе. И мы способны отвергнуть только самые плохие гипотезы. Менее плохие гипотезы, то есть, например, если бы центр был где-то здесь. Возможно, они тоже ложные, но чтобы доказать, что они ложные, нам нужна большая выборка. Поэтому статистики всегда пытаются сделать выборку как можно больше. И поэтому, если вы слышите какого-то своего знакомого, который говорит, я не хочу принимать участие в этом опросе, я такой нерепрезентативный, я вам все испорчу данные. Вы не можете испортить данные. Природа статистики в том, что фрики все равно будут вот в этих вот маленьких хвостиках. С разных сторон. А если вы думаете, что я фрик, и этим исключаете себя из исследования, вы делаете не лучше, вы делаете хуже. Потому что статистическую ошибку, случайную ошибку, вы заменяете целенаправленной ошибкой. Целенаправленные ошибки это... Это вообще, наверное, самая широкая тема в статистике. Например, если вы смотрите какое-то социологическое исследование, там всегда будет написано, что выборка репрезентативна по полу, по возрасту, по языку, разговора, по... Городу проживания и так далее. Статистики делают так много оговорок, потому что на самом деле они знают то, что они не напишут в своих выводах. Например, если я проведу в этой комнате какой-то опрос, я не смогу экстраполировать результаты, например, на весь Киев. Потому что здесь не просто каждый случайный, там, статистичный киевлянник. Здесь находятся киевляне, которые отличаются от средних в сторону того, что они более склонны посещать научно-популярные лекции, например. Есть задачи на регрессию, есть задачи на классификацию. Это звучит очень страшно, но на самом деле все просто. Мы либо предсказываем числовую величину, и тогда это называется регрессия, либо мы предсказываем категориальную величину, и тогда это называется классификация. Сколько стоит квартира? Это числовая величина, у нее есть спектр значений, это задача на регрессию. Переедет этот человек или нет? Это категориальная величина, у нее есть два уровня, да или нет. Это задача на классификацию. Для задачи на классификацию наш вывод будет звучать примерно так. У нас есть вот такие вот всякие красивые графики, и мы предполагаем, что вот этот вот очень вероятно, а вот этот крайне маловероятно. А вот куда-нибудь здесь было бы совсем невероятно. А вот здесь, на серединке, была бы какая-то промежуточная вероятность. Собственно, наш вывод примерно так и будет выглядеть, что с такой-то вероятностью искомое значение попадает вот в этот интервал, называемый конфиденцией. Например, если мы обнаружили, что в среднем люди за месяц диеты на гамбургерах толстеют на 8 килограмм, наш вывод может быть таков, что с вероятностью 98% человек, который ест гамбургеры в течение месяца, потолстеет от 2 до 14 килограмм. Эта штука называется конфиденцией интервал, и у него есть одно очень важное свойство. Вот этот вот параметр альфа, он называется допустимой ошибкой. И вот я сказал, с вероятностью 98%, это значит, что мы допустили 2% ошибки, 1% слева, 1% справа. Если мы скажем, с вероятностью 99%, нам придется расширить этот интервал. Если мы скажем, с вероятностью 95%, мы сможем его сузить, потому что вот здесь у нас будет еще несколько процентов отрезок. Если в конфиденцией интервал попало значение 0, это значит, что наше исследование проводилось. Например, если бы наше исследование о гамбургерах сказало, что с вероятностью 98% изменения веса человека за месяц диеты на гамбургерах больше, чем минус 1 килограмм и меньше, чем 15 килограмм, то... А, стоп, что? Возможно, он похудел, возможно, он потолстел, возможно, ничего не случилось. Ну, то есть мы на этом месте уже не можем говорить о том, что у нас достоверно, что он потолстеет, вопрос только на сколько. Чтобы это победить, мы должны сузить наш конфиденцией интервал. Допустим, не с минус 1 до 15, а с 3 до 12. Окей, это уже все положительные величины. Но чтобы получить более узкий конфиденцией интервал, нам нужно допустить большую вероятность ошибки. И, собственно, вот эта вероятность ошибки, альфа, это и есть мера того, насколько наше исследование достоверно. В научных статьях есть совершенно определенные метрики, какой уровень ошибки допустим. И, в частности, вот с экспериментом на бозоне, нужно снять с установки такие экспериментальные данные, которые свидетельствуют о выявлении бозона с вероятностью ошибки не больше определенной. Если вы до нее чуть-чуть не дотянули, ну да, скорее всего, это был бозон, но ваши статьи не опубликуют. Попытайтесь еще. Попытайтесь сделать немного больше. Попытайтесь настроить условия точнее. Это что касается расчетов задачи о регрессии. Задача классификации. Самый простой пример – это бинарный классификатор. Да-нет. Пациент болен или не болен. Есть у него рак или нет. У нас есть два параметра. Болен ли он на самом деле? И определил ли тест, что он болен? Модель, которую я построю. Об этой картинке я хочу вам сказать, что... Очевидный факт. На ней почему-то для такого простого случая написано гребаная куча каких-то букв, каких-то метрик. Почему так много? Почему мы не можем просто сказать, в каком количестве кейсов он был прав? Я вам сейчас расскажу, почему. Предположим, что у нас есть какая-то не очень редкая болезнь, которой болеют 0,1% всех людей. И у нас есть тест, который определяет с вероятностью 99%, и мы прогоняем через этот тест 100 тысяч человек. 0,1% от 100 тысяч – это 100 человек. 100 человек у нас реально больных. Наш 99% тест, 99 из них определили правильно как больных. Одного ошибочно как здоровых. Аналогично у нас 99 900 здоровых человек. Аналогично 99% из них мы определили правильно, 1% неправильно. То есть вот здесь у нас правильный, вот здесь у нас неправильный. Вот такие циферки мы получили. Обратите внимание, у нас довольно точный тест. Но этот тест говорит о том, что если он выдал результат, что я болен, то у меня в 10 раз больше шансов оказаться на самом деле здоровым, чем больным, за счет того, что болезнь редкая. И, например, я мог бы быть гораздо более хорошим предсказателем, чем этот тест. Я мог бы говорить всем, что они здоровы. Больных людей только 0,1%. Соответственно, моя точность была бы 99,9%. Но вряд ли вы хотите такой тест. И поэтому мы используем все эти сложные метрики, которые я показывал вам на предыдущем слайде. Это главное о том, что мы используем при расчете статистических моделей. И теперь мы переходим к самому интересу. Мы переходим к интерпретации статистических моделей. Альфа-Ебега интерпретации статистических моделей — это то, что корреляция не означает причинно-следственной связи. Даже если, согласно предыдущим расчетам, вы получили хороший confidence-интервал, ваша модель статистически достоверна, и вы доказали связь между вашей переменной, над которой вы экспериментируете, и вашей сельевой переменной, это все равно не значит причинно-следственной связи. Вы наверняка видели множество смешных картинок в интернете, вроде такой, что вот продажа органической еды позитивно коррелирует с аутизмом, и вот, возможно, это от того, что мы думаем о ней используем, и у нас много аутистов рождается. Или, например, вот интернет-эксплорер и уровень убийств в США. Меньше интернет-эксплорера — меньше убийств. Вообще-то в этом есть. Или вот, например, чем больше Америка тратит на науку, космос и технологии, тем больше в ней самоубийств от повешения. Это анекдотические случаи. Нам очевидно, что это неправда, и на самом деле мы не имеем причинно-следственной связи. Если вы ученый и ставите реальный эксперимент, все гораздо менее очевидно. И вам нужно очень внимательно следить, чтобы не перепутать корреляцию статистическую, которую вы уже обнаружили, с причинно-следственной связью, которую вы потом напишите в стадию. В общем случае, причина таких ошибок выглядит примерно так. Мы изучаем какую-то переменную, например, использование солнцезащитного крема, и обнаруживаем, что она статистически сильно связана с нашей солевой функцией, например, с раком кожи. В данном случае дело в том, что у нас есть дополнительный фактор, насколько часто человек бывает на солнце. Если он часто бывает на солнце, скорее всего, он больше пользуется кремом, чем тот, который не бывает. Если он часто бывает на солнце, у него больше шансов на рак кожи. Если мы не внесем вот эту дополнительную переменную, которая называется в англоязычной литературе confounding variable в модель, то мы получим ложную связь между вот этими двумя категориями. Хотя на самом деле их связь опосредованная. На самом деле связь имеется вот через эту переменную. И, собственно, рецепт решения вот этой проблемы — это подумать, а какие еще confounding variables могут быть в моем исследовании и попытаться их зафиксировать. Например, мы будем исследовать связь использования солнцезащитного крема с раком кожи только среди людей, находящихся в группе, которые все были одинаково на солнце. В данном случае это приведет к тому, что мы потеряем причину следственной связи, и вот тот наш confidence interval, он захватит ноль. Окажется, что как только мы зафиксировали эту переменную, все, связь исчезла. Она существовала только за счет того, что мы на самом деле рассматривали разные группы людей. Это, в общем-то, все, что я хотел вам рассказать о статистике. Спасибо большое. — Вопрос моделирования первой тринкет, где эти точка была построена очень сложная, какая-то несчастная, ужасная. — На тринкет-то я не буду. — Не на следующей тринкет. — Да, да. А, вот эта? — Нет. — А если, допустим, вы с выборкой в этом все понятно, но есть моменты, когда нельзя предположить, узнать, что это будет достаточно, то есть можно статистически предположить, что это будет достаточно, но по факту ее может не хватать. Получается, какая она дает. Можно предположить, что есть что-то еще, о чем я не знаю, что влияет на эту гуманку? — Предположить можно, всегда есть что-то еще. Это, ну просто, никогда у вашей модели не будет адекватного отражения в нее. О том, как определить достаточный размер выборки, это достаточно, ну есть численные методы, которые говорят о том. Речь, в общем и в целом, сводится к тому, что мы знаем, сколько у нас степеней свободы модели, то есть сколько туда введено факторов. То есть, например, если мы строили кривую пятого порядка, значит, наша модель имеет пять степеней свободы. Если бы у нас были только линейные переменные, но их было бы 10, у нас было бы 10 степеней свободы. Если бы у нас было 10 переменных, каждую из которых мы рассматриваем степень от 1 до 5, у нас было бы 50 степеней свободы. И в зависимости от этого мы можем предположить, какой размер выборки нам нужен. Наша выборка ни в коем случае не может быть меньше, чем количество степеней свободы. Это приведет к тому, что функция нужной сложности сможет совершенно точно пройти через выборку. и ей даже не обязательно быть для этого правильным. Но вообще-то она должна быть еще на несколько порядков больше, чтобы это было достаточно точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok